Нашим спикером сегодня будет профессор Альмира Усманова, один из самых ярких преподавателей программы медиакоммуникации. Ни один, наверное, студент, обучающийся на этой программе, не минует её курсов. И также с нами сегодня Андрей Вазьянов, доктор Андрей Вазьянов. Он антрополог и также преподает ряд курсов на нашей программе. Наверное, чтобы долго не оттягивать, я передам слово Альмире Усмановой. Я соглашаю микрофон. Альмира Риховна, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Меня слышно? Да. Хорошо. Я вот себя, правда, не вижу, но я поставила видео. Хорошо. Большое спасибо, Алина, за представление нас и за введение в тему. Вот я хотела бы сразу извиниться, может быть, перед всеми за то, что покину вас значительно раньше, чем хотела бы. Это связано с тем, что у меня 18.30 свои занятия со студентами. Поэтому в моем распоряжении сейчас чуть больше, чем 15 минут. Но поскольку будут мои коллеги и Светлана Назаренко, и Андрей Вазьянов, то, соответственно, и те вопросы, которые связаны с содержательным обсуждением сегодняшней темы и с вопросами, касающимися поступления на нашу программу, то есть я думаю, что они, конечно, ответят на все ваши вопросы, и дискуссия у нас тоже состоится. Я, наверное, хотела бы просто немножко рассказать о нашей программе в контексте темы технологии медиа. И начну с того, что в этом году, то есть в 2020 году, исполняется 15 лет нашей программе, и до 2005 года программы медиа в университете, в Европейском университете, пока мы были в Минске, не было. И мне кажется, это довольно знаменательно. Конечно, может быть, это не самое лучшее совпадение, что сейчас в ситуации такой пандемии мы обсуждаем вопрос о 15-летии программы по медиа в университете. Но в этом есть действительно такое определенное, интересное совпадение, потому что, когда мы создавали нашу программу, во-первых, университет уже стал цифровым. И, собственно, если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в сфере образования, как школы, садики, университеты, пытаются адаптироваться и использовать разные платформы для того, чтобы реализовать различные формы дистанционного образования, то есть кажется, что как будто бы это вызов, с которым столкнулись все сейчас. Во-первых, мы прекрасно понимаем, что все эти технологии, платформы, софты существуют уже многие не первое десятилетие, вот, и платформы к тому же постоянно меняются, и количество возможностей увеличивается. Но вот Европейский университет столкнулся с этой ситуацией в 2004 году, и с тех пор использование Moodla, Skype, впоследствии BlueJeans и вот сейчас Zoom и многих других вещей для нашего университета вовсе не является новостью. То есть мне кажется, что в этом смысле мы действительно оказались гораздо более готовы, хотя и не предполагали такую возможность вот к тем вызовам, которые несет с собой коронавирус и вот это вынужденное затворничество. То есть это первый пункт. Он состоит в том, что мы действительно находимся в университете, который с цифровыми реалиями современного образования и с вызовами и возможностями, которые несут в себе технологии, столкнулся действительно давно. Вот поэтому мне кажется, что это действительно такой очень важный момент. Второй момент, который касается нашей программы по медиа. Я думаю, что если вы интересовались, а скорее всего, вы интересовались, вы скоро думаете о поступлении на программу Media Communication, то есть медиакоммуникация. Я думаю, что если вы смотрели, то вы, наверное, знаете, что в мире есть, конечно, разные конфигурации, разные возможности для получения образования в сфере медиа. Причем действительно интересная тенденция заключается в том, что, с одной стороны, мы понимаем, что не только выпускники медиапрограмм работают сегодня в медиасфере. Еще несколько лет назад стало уже довольно известным фактом, что около 70% выпускников гуманитарных специальностей и специальностей в области социальных наук так или иначе попадают на рынок труда именно в области медиа. То есть это очевидно, что с тех пор тенденция проявилась еще более рельефно. С другой стороны, мы понимаем, что поколение тех, кого называют цифровыми аборигенами, неважно, насколько удачным является этот термин, но речь идет о том, что мы сейчас говорим о поколении, о вашем поколении, которое не знает другой реальности, кроме цифровой и кроме медийной. И в этом смысле возникает вопрос, в какой степени сегодня мы можем говорить о медиаобразовании, в ситуации, когда молодые люди, поступая в университет, уже в некотором роде довольно профессионально владеют различного рода медиа технологиями. Если мы посмотрим на количество блогеров и на успешность отдельных из них, или если мы посмотрим на все эти возможности, которые связаны с демократизацией медиа, я имею в виду, в первой области создания кино и фотографии, то мы можем сказать, что сегодня этих возможностей множество. И здесь я, наверное, задам такой провокативный вопрос, нужно ли этому учиться в университете, если в некотором роде это и так наша повседневность. И вот тут я хотела бы перейти как раз к вопросу о том, что представляет собой наша программа и почему мы полагаем, что учиться все равно нужно. Ну, наверное, я начну с того, что в среде всего этого разнообразия медийных, вернее, программ области медиа и коммуникации, какое-то время назад, ну, скажем, действительно лет 15-20 назад, казалось, что в основном такого рода возможности предоставляют программы, которые связаны с факультетами и отделениями журналистики. И мы, конечно, понимаем, что сегодня в эпоху такого тотального видеоблогинга журналистика не умерла, остается живой, живой как бы сфера, и будет как бы дальше развиваться, естественно, сфера рекламы, маркетинга и всех остальных вещей, которые связаны с коммерческим использованием медиа. Вот, поэтому, действительно, мы понимаем, что помимо журналистики, помимо рекламы, да, и как бы там различных форм телевизионного медиа и других, как бы там других видов производства, то есть сегодня возникает вот такое, как бы, разнообразие в самих этих образовательных программах. На что сделали ставку мы? Мы прекрасно понимали, в том числе 15 лет назад, что университету незачем конкурировать с традиционной программой по журналистике. Программы по журналистике предполагают и другой учебный план, и другую ориентацию. Но мы сразу хотели сделать ставку на аудиовизуальное производство. Я думаю, что мы совершенно не ошиблись, потому что, как показал опыт этих 15 лет существования нашей программы и последних 15 лет развития медиасферы, очевидно, что сегодня вот как бы то, что называется digital storytelling, да, то есть и различного рода медиа-форматы для создания кино и другого видеопродукта, других видеопродуктов, это то, что мы можем наблюдать, в чем мы можем участвовать, и то, что на самом деле является, может быть, таким основным, основной профессиональной возможностью для выпускников наших программ. То есть мы сделали ставку на то, что выпускник программы по медиа должен быть, с одной стороны, хорошо готов, или, вернее, должен быть готов к тому, чтобы непрерывно учиться и отдавать себе отчет в том, что технологии меняются быстрее, чем можно даже вообразить. А с другой стороны, есть некоторые навыки, которые, ну, вы знаете, традиционные, в последнем году традиционные они уже называются soft skills, которые включают в себя и общую гуманитарную образованность, то есть подготовку и хорошее знание, в нашем случае, как бы визуальной культуры, кино, визуальных искусств и социологии. Вот, то есть на самом деле есть целый ряд дисциплин и целый ряд, вернее, как бы и несколько таких смежных, до близких областей знания, которые абсолютно необходимы для того, чтобы понимать логику развития медиа, логику развития самой медиасферы, связь медиасферы с различными социальными, политическими, да, экономическими процессами. И это как раз то, чего вот, как бы, на быстрых курсах в интернете или самостоятельно, скорее всего, не научишься, потому что понимание логики развития общества вместе с логикой развития медиа-технологий, это то, что необходимо проходить поэтапно, то, что необходимо, то, что постигается или понимается как раз в процессе обучения. Чуть позже Светлана Назаренко расскажет более подробно про наш учебный план. Вот я же, наверное, здесь хотела бы, вот еще, у меня есть еще несколько минут, я бы хотела, наверное, еще остановиться на некоторых моментах. Во-первых, если мы говорим про то, как мы понимаем технологии и как связаны технологии с медиа, я думаю, что вам приходилось сталкиваться с тем, что технологии часто понимаются в таком узкотехническом смысле, да, то есть буквально как набор некоторых, вернее, как совокупность, применимая, вернее, совокупность технических средств, используемая для решения той или иной задачи в различных сферах. Но вы также знаете и гораздо более широкое применение и использование терминной технологии, которая касается, вернее, которая связывается с такой, как бы, совокупностью, совокупностью приемов и средств для решения какой-либо задачи. И вот это действительно интересно, как в рамках нашей программы получается вот это, как бы, совмещение, да, то есть понимание того, что, с одной стороны, есть технологии и коммуникации, в этом смысле являются технологиями, поскольку здесь речь идет о методах приемов, да, режиме работы, о некоторой совокупности операций и навыков, вот, которые нужно решить в процессе коммуникации. Вот сегодня, по сути, коммуникация является работой вообще для всех. И сейчас, конечно, в эпоху, как бы, коронавируса, в эпоху пандемии мы понимаем, что коммуникация стала содержанием и, как бы, таким основным способом нашей работы на удаленке. Вот. А с другой стороны, да, то есть когда мы говорим про технологии коммуникации, мы имеем в виду и вот это состояние медиатехнологий, которое, как я уже сказала, постоянно, как бы, обновляется, и медиатехнологии развиваются действительно очень быстро, хотя еще, там, 30-40 лет назад это не было столько очевидно. Если вы посмотрите, может быть, даже, как бы, читали, например, там, работы таких фантастов, как Станислав Лем, который еще в конце 60-х годов, у него выходила книга под названием «Сумма технологий». Вот. И вот в этой книге он, собственно, как бы как раз говорил о том, что на протяжении многих веков каждое поколение заставало технологии внешне неизменными и естественными. Вот. И, конечно, мы понимаем, что в наше время утверждение Лема конца 60-х годов звучит по меньшей мере парадоксально, потому что есть, наверное, мы можем сказать, что есть такие приспособления или инструменты, технологии, как, не знаю, там, колесо, лебедка, лопата. То есть мы можем говорить о некоторых технологиях, которые вечны. Вот. И физический труд также, в общем, никуда не исчез. Но, с другой стороны, когда мы говорим про современные технологии и механизмы их обновления, то вот здесь, спустя, там, почти, да, больше 50 лет, после того, как Станислав Лем об этом писал, а до него писали и другие, как бы теоретики и писатели, вот, мы понимаем, что сейчас технологии сменяют друг друга очень быстро. В промежутке времени между значимыми инновациями, которые меняют социальную реальность, становятся все более короткими. И это как раз та реальность, с которой нам приходится иметь дело. Вот. Поэтому, не настраивая вас скептически, а, скорее, оптимистически, да, на то, что технологии будут меняться и дальше с колокружительной быстротой, но ясно, что мы должны с ними справляться и не просто поспевать, да, но мы должны успевать также их осмысливать, вот, и в этом смысле, как раз, опять же, да, возвращаясь к необходимости вот такого системного, систематического, да, постижения медиасферы, вот, я думаю, что образование как раз здесь является чрезвычайно важным. Потому что, если мы хотим понять, как случилось или как произошло то, в чем мы сегодня живем, находимся, и как мы сегодня коммуницируем, то для этого, в принципе, да, было бы важно понимать, что все технологии аккумулируют опыт предыдущих поколений и предыдущих технологий, вот, и поэтому, вот, как бы, двигаясь последовательно, да, если мы начинаем, там, может быть, с появления книгопечатания, вот, и переходя ко всем последующим технологическим новациям, особенно тем, которые происходят в середине 19 века, я имею в виду изобретение телеграфа, радио, впоследствии, конечно, как бы кино, телевидение и так далее, вот, если мы посмотрим, да, на вот эту вот аккумуляцию различных, как бы, возможностей, которые предоставляли медиатехнологии, то в этом свете то, что происходит сегодня, не выглядит настолько революционным. Вот, однако же, это, вот, как бы, понимание, да, стадиальности, последовательности и в некотором роде неизбежности такого рода технологических изменений, вот это то, что для нас является принципиально важным, если мы хотим понять, каково будущее у технологий. Ну, наверное, здесь я могу остановиться, вот, если есть какие-то реплики или вопросы, то я могу сейчас на это ответить, а если нет, то потом тогда, то есть, тогда я передам слово своим коллегам. Беталиенты, господа, у вас сейчас уникальная возможность, пока Альмира Арифовна не ушла, задать ей вопрос, но если вы по каким-то причинам стесняетесь или еще не обдумали, то вы, конечно, можете написать нам эти вопросы, мы передадим все, и тогда уже в письменной форме как-то получите ответ. Но сейчас еще есть несколько минут, и рекомендую использовать эту возможность. Ну, может быть, если вопросов нет, я могу еще просто сказать несколько слов, предваряя обсуждение тех возможностей, которые даст наша программа. Во-первых, и наша программа, не только наша программа, а университет в целом. Во-первых, конечно, я думаю, что действительно стоит посмотреть и посмотреть наш учебный план, и то, что вы в нем увидите, это вы увидите такую комбинацию теорий и практики. Опять же, Светлана, я это расскажу чуть более подробно, но я бы хотела сказать, что та логика построения учебного плана, которая, может быть, не самая, то есть она не кажется очевидной, она базируется на нашем представлении о том, что современная медиакультура — это культура, во многом связанная с развитием аудиовизуальных медиа. То есть мы не отрицаем печатного необходимости как бы уметь писать, напротив, да, то есть без умения писать и анализировать, и критически препарировать. Конечно, ничего нет. Но с другой стороны, вот если мы говорим про вот этот акцент на создание аудиовизуального контента, то как раз в этом смысле, в нашем учебном плане, вы увидите, как это работает. Так, когда с одной стороны есть курсы практического, практической ориентации, связанные с собственным медиапроизводством, а с другой стороны есть довольно большой блок дисциплин, которые касаются получения вот того, что мы называем visual literacy, то есть получения не только там различных компетенций, связанных и с медиаграмотностью, о чем расскажу чуть позже Андрей, и с получением, да, или приобретением навыков такой визуальной грамотности. Именно поэтому в нашем учебном плане есть дисциплины, которые касаются и теории визуальной культуры, и истоков эволюции визуальных форм, и я сама преподаю несколько курсов по кино, вот, то есть надеюсь, что мы с вами еще встретимся, когда у нас будет сначала курс по теории визуальной культуры, который буду вести я, потом будет вести, потом будет курс по истории кино, и после истории кино еще одним теоретическим курсом будет курс по анализу фильма, вернее, после истории кино будет курс по теории кино. Вот, поэтому я бы так сказала, что у нас с первого по четвертый курс действительно очень важным является вот этот блок, связанный с различными предметами, касающимися и производства, и осмысления кино, как раз в контексте современных изменений или трансформаций в области технологии создания аудио, аудио и видео. Вот, поэтому здесь, наверное, я опять же остановлюсь, потому что мне уже надо будет скоро переключаться. Может быть, есть какие-то вопросы или реплики? Ну, хорошо, если нет, тогда всем спасибо большое еще раз, и я прошу прощения за то, что должна переключиться. Спасибо большое, Альмия Арифовна, за новых встреч. Я думаю, что достаточно скоро встречи, и я надеюсь, что это не последняя наша встреча. А, и, кстати, самая последняя реплика для тех, кто интересуется нашими фирмочетвергами, завтра будет наш вебинар, который открыт для всех «Своя комната», и завтра у нас пойдет речь про феминистский театр. Так что я вас приглашаю на это мероприятие, которое мы просто решили организовывать для самих себя, как раз для того, чтобы говорить о важных для нас в социальном смысле проблемах. Все, теперь точно заканчиваю. Хорошо, спасибо. Спасибо, да, до свидания. До свидания. Поскольку мы так плавно очень переходим к вопросу об учебном плане, который затронула Альмия Арифовна, и о тех кусах, которые туда входят, то сейчас я передам слово Светлане Назаренко. Но, Андрей, если у вас есть какие-то дополнения к тому, что вы говорите Светлана, то, пожалуйста, подключайтесь, чтобы это был какой-то диалог. И, ребята, если у вас есть вопросы по ходу, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, задавайтесь. Мы здесь не в формате говорящих голов. То есть хотелось бы, чтобы это было больше похоже на дискуссию. Я понимаю, что не для всех этот формат еще достаточно привычен. Вебинары, где можно так вот... Непонятно, когда перебить спикера, но вы не бойтесь. Как бы лучше спасите, чем не спасите. Вот действуйте по такому принципу. И я тогда передаю Светлане слово. У нас немножко было как бы представление этой встречи, немножко другой порядок. Если, Алина, вы будете не против, то мое слово, оно было бы завершающее и потом вопросы. Вот. А вначале хотелось бы, чтобы, наверное, Андрей познакомил вот как преподаватель с курсами, с которыми столкнутся ребята. А потом мы уже плавненько перейдем от курсов, которые есть в нашем учебном плане как раз таки и к моментам поступления. Что-то вы меня еще дополните. И к всем другим как бы вопросам, которые могут быть связаны как раз таки с поступлением. А вот о курсах, которые начала рассказывать как раз таки Альмира Ильфовна. И очень логично был бы, как бы вписался то, что хотел бы рассказать о опыте преподавания в ЕГУ Андрея Вазьянов и о проектах, которые он делает с нашими студентами. Алина? Отлично. Ну что, давайте тогда будем действовать в таком порядке. Андрей, я тогда передаю вам слово и будем тогда плавно от наших проектов и студенческих, в первую очередь, студенческих проектов и вашего опыта двигаться к учебному плану и к нашим вопросам поступления. Я выключаю микрофон, передаю вам слово. Спасибо. Андрей, вас не слышно. Но с мьюта вы сняли. Но вас не слышно. Скажите что-нибудь. А слышно ли меня теперь? Да. Пожалуйста. Это хорошо. Да, как уже сказали мои коллеги, я социальный антрополог, я преподаю второй год в Европейском гуманитарном университете. Наверное, моя позиция интересна и специфична тем, что я половину своего рабочего времени отдаю ЕГУ, а остальное рабочее время я практикую. Я практикую в сфере медиакоммуникации в том числе. Ну, причем, может быть, там, где не совсем это будет ожидаемо. Я участвую в Минской урбанистической платформе. Это организация некоммерческая, Минско-Вильнюсская такая, я бы сказал, которая занимается неформальным образованием в сфере урбанистики, рассказывает про справедливый город, экологичный город, устойчивый город. И мы делаем, мы занимаемся, да, разными формами активности. У нас есть и лекционные форматы, и более какие-то близкие к почти что вечеринкам, да, и урбан рейвам. И главное, да, как бы, что нам приходится делать и где мне пригождаются знания про медиа и коммуникации, это, собственно, думание про форматы. Да, постоянный поиск новых форматов, постоянная попытка понять, как нам привлечь внимание, удержать внимание, не оставить людей разочарованными и сообщить им то, что мы хотим им сообщить. Я сейчас попробую показать свой экран и буквально сказать пару слов про те курсы, которые я веду. Видно ли мой экран теперь со слайдом курсы? Видно, да? Я веду два курса. Слайды на белорусском, но я буду говорить на русском. В процессе, да, в университете все это очень двуязычно. Мой основной язык белорусский, но, как слышите, на русском я тоже говорю свободно. У нас нет, в принципе, ограничений, да, по тому, кто на каком языке делает свои работы курсовые. Это и русский, и белорусский, и английский, по желанию. Так вот, два курса, которые я веду на программе бакалаврской медиакоммуникации. Один из них — это «Основы медиаграмотности», и другой — это «Методология исследований медиа». А еще есть один курс, который я веду на магистрской программе, когда она есть. Вот в будущем учебном году кажется данной магистрской программы «Критическая урбанистика» ее не будет, но, вероятно, она появится, и появятся другие магистрские программы. Я пока расскажу про бакалавриат и просто вот в качестве примера, да, покажу, собственно, какие вопросы, да, какими вопросами мы задаемся на этих двух курсах. По порядку обычно идет курс «Основы медиаграмотности». Здесь я просто попробовал на один слайд поместить основные вопросы, да, которые мы рассматриваем, которые мы обсуждаем. Ну, мы, во-первых, разбираемся, что такое медиа. Это очень такое слово на слуху, но мы смотрим на разные подходы, разные определения этого термина, обсуждаем основные функции медиа в обществе, мы обсуждаем, что такое медиаграмотность и как она соотносится с другими видами грамотности, потому что грамотности много, разных. Пробуем, собственно, понять, зачем, да, нужна медиаграмотность и медиаобразование. Затем смотрим на социально-экономические законы, по которым медийное пространство функционирует, смотрим на тех акторов, тех людей и те социальные группы, которые его создают, которые влияют на то, как оно выглядит, как выглядит наша медиа-среда обитания. Разбираемся с таким, вот то, что по-английски называется buzzword, да, слово, которое везде все время вставляют, социальное конструирование реальности, да, смотрим на то, как медиа, собственно, нашу реальность не просто меняет, но и создает ее в очень большой степени. Дальше идем к более конкретным вопросам, обсуждаем цензуру, манипулирование и пропаганду в медиа, смотрим всегда на региональную специфику, да, говорим о том, как вот в нашем регионе, в постсоветском регионе практикуется цензура, каким способом, да, какими способами можно выявить, обнаружить цензуру, манипулирование, и как их анализировать и понимать, как они устроены, как им сопротивляться, в конце концов. Разбираемся с тем, что такое мультимедийность и интерактивность. Конечно, говорим много про то, как наша жизнь, да, и как наша социальная практика изменилась в цифровую эпоху. Как уже говорила Альмира Рифовна, действительно скорость этой перемены технологической, она поражает, и вот уже даже сегодня я разговариваю, да, с вами мы общаемся не в тех условиях, в каких мы общались в прошлом семестре с нашими бакалаврами. Да, ну, это вот такой короткий, очень, да, неисчерпывающий список вопросов, которыми мы задаемся на курсе по медиаграмотности, и в конце курса мы говорим про тему дискриминации и неравенства. Да, это довольно важный тоже, как мне кажется, угол зрения на медиа и коммуникации, да, по мере развития медиа у нас просто меняется социальная структура, да, и появляются новые уязвимости у людей, кто-то оказывается исключен из общества, кому-то оказывается сложнее, да, пользоваться теми ресурсами, которыми было легче пользоваться до интернета. Я предлагаю студентам в конце этого курса придумать проект, да, медиаресурсы, который помогал бы так или иначе преодолеть какой-либо случай неравенства или дискриминации, создаваемый в медиа, да, или возникающий в ситуации развития медиа. И я еще скажу отдельно, да, про формы отчетности на наших курсах. Это почти никогда не бывают экзамены с билетиками, иногда они бывают там, где это уместно, да, но вот на моих курсах, например, такого не будет и на многих других тоже не будет. После такого вот вводного курса про медиаграмотность, да, мы обычно, да, студенты приходят на более объемный, такой более серьезный курс про методы исследования медиа, да, про тот инструментарий, toolkit, да, как нам делать исследования, анализ, как нам понимать функционирование медиа сегодня. Здесь тоже на этом слайде вы видите какие-то основные термины и понятия, через которые мы двигаемся. И здесь я бы подчеркнул, что университет, да, наш университет ставит приоритетом развитие у вас проектного мышления. Ну, то есть мы хотим действительно, чтобы вы делали вещи и осуществляли свои задумки и доводили их до конца. Поэтому курс этот про методы, он построен более-менее в миниатюре, да, как ваш проект. Этот проект исследовательский, да, и мы проходим через основные этапы этого исследовательского проекта, симулируем, да, если угодно, все фазы исследования. Мы разбираемся, в чем, в принципе, у нас специфика эмпирических исследований медиа, да, разбираемся совсем коротко, да, в этом курсе с теориями медиа, потому что про них вам говорят на других курсах довольно много. Потом обсуждаем, как организовывать свой проект, да, где искать в нем заинтересованных, как задавать вопрос, который действительно будет интересен не только нам, и важность которого будет понятна другим людям. Мы обсуждаем этику исследования и говорим, да, про то, как сегодня в погоне за данными, в процессе получения какой-то информации оставаться этичными, да, что очень важно. Вы наверняка знаете, что сегодня это измерение медиа жизни нашей, да, все чаще обсуждается. Вот обсуждаем далее такие ключевые тоже для этого поля концепты, как медиатизация, мультимедиализация. Учимся описывать медиаисточники, да, смотрим, какие они вообще бывают, там, разбираемся, где документы, где монумент, разбираемся с архивами разных видов, да, потом, собственно, переходим к вот этой коробке с методами, причем делаем здесь упор на квалитативные, они же качественные методы исследования медиа, которые позволяют ответить на вопрос, как и каким образом. если количественные методы говорят про то, сколько, да, и в какой степени, мы признаем здесь, да, на департаменте, если угодно, что этого недостаточно, и мы стараемся в том числе в ваших проектах поощрять квалитативную, качественную методологию или же смешанную методологию. Очень тоже хорошо, когда разными способами подтверждаются ваши данные и ваши находки. Да, говорим также про этнографию медиа и цифровую этнографию, да, что значит этнография в интернете, да, и этнография через интернет, да, разбираемся, в чем вот разница, когда мы действительно исследуем какую-то часть нашей реальности, которая происходит в виртуальном пространстве, когда мы просто используем это виртуальное пространство, чтобы понять, да, как, скажем, люди стали есть в эпоху распространения сервисов доставки еды. Да, это я сейчас не просто из головы выдумал пример, это реальный пример темы работы курсовой одной из моих студенток. Да, вот она работает с кейсом такой службы доставки вольт, которая очень популярна в Литве и пытается выяснить, а как, как, собственно, вот, в связи с этими новыми образами еды, да, и образами потребления еды, как действительно меняются наши привычки питания. Ну, потому что еда, да, это еще и социальная практика, да, мы не просто что-то там глотаем и перевариваем, мы еще и говорим про это, мы читаем про это, мы смотрим про это, и мы сами производим медиаконтент, который с этим связан. Ну, вот тот же Фудстаграм, да, и много еще всего, кроме этого. Кроме того, есть целый, ну, целая, скажем, наука, наверное, можно ее назвать, да, про фотографирование еды и съемку еды, да, и оказывается, что эти вещи очень динамично тоже развиваются и меняют нашу повседневность и образ жизни, да, и создают, в свою очередь, какие-то новые, там, конфликты, новых уязвимых людей, например, тех, кто должны доставлять нам эту еду, да, если, да, после того, вот как мы разбираемся, да, с какими-то отдельными методиками анализа, да, и сбора данных, во-первых, да, собираем данные, потом анализируем, учимся делать насыщенное описание наших источников, разбираемся с тем, что такое дискурс-анализ, анарратив-анализ, конверсационный анализ еще, да, разбираемся с различиями между первичными и вторичными источниками, после этого, да, мы думаем про то, каким образом нам представить свое исследование, и я стараюсь в ходе курсов тоже, да, поощрять студенчество свое, чтобы вы не только писали тексты какие-то отчетные, да, но и делали мультимедийные продукты. Здесь мы, конечно, разбираемся про то, каким может быть, ну, говорим про то, каким может быть исследовательское письмо, да, это может быть не только научная статья, мы разбираем примеры, где вот этнографическая драма, например, есть, да, кто-то ставит спектакль по результатам своего исследования и таким образом привлекает к проекту внимание тех, кто иначе бы навряд ли заинтересовались, да, нам сегодня, возвращаясь к вот этому постоянному поиску формы, да, нам постоянно приходится думать, как нам показать, да, свету то, что мы нашли, то, что мы теперь знаем. Ну, и, да, в конце курса говорим про то, как хранить данные, да, как их курировать, да, как мы сегодня от просто представителя наших данных каких-то переходим, да, в статус куратора или куратор данных. Вот. И тогда, наверное, я еще минуты три-четыре займу на то, чтобы просто показать на какие темы, да, пишут мои студенты прямо сейчас. ну вот, да, все же еще упомяну про наши формы обучения. Ясно, что есть семинары, да, и семинаров много, кроме этого, есть задания, которые вы в нашей цифровой среде выполняете там, письменно, но также, скажем, на моих курсах и на некоторых других курсах мы смотрим со студентами кино, да, или какое-то документальное видео. Ну, я вот даже здесь на слайд не вынес, но мы на основах медиаграмотности играем со студентами в Министерство культуры. Смотрим клипы и пытаемся понять, каким образом, да, они могут быть пропущены через машину цензуры и этического оценивания, да, в разных странах. Ну, представляем, что мы там, Министерство культуры Швеции, а потом, что мы Министерство культуры Беларуси. Также мы обсуждаем индивидуальные проекты, и мне кажется, что это очень здорово, поскольку в больших группах и в некоторых других университетах студенты такой возможности лишены, да, когда вы можете обсудить ход своего исследования и своей работы с коллегами в кругу равных, да, в форме диалога или полилога, да, мы все говорим друг друга, перебиваем и делимся, брейнстормим вместе. Да, опять же, это становится возможным, поскольку, ну, у нас относительно небольшие группы. Я думаю, про это Светлана еще скажет. Да, и соответственно, в конце курса, да, от вас могут ожидать не только эссе, но, например, подкаст, если вам будет интересно, да, или же какую-то идею исследовательской выставки, или сценарий документального фильма, или, может быть, Soundscape какой-нибудь. Это, опять же, неисчерпывающий список, да, но так или иначе на многих курсах в ЕГУ и на моих в частности вы двигаетесь к завершению какого-то проекта, вы живете с ним в течение курса, и вы несете его с собой часто через несколько курсов и через несколько лет. Он может, например, вырасти из задания по курсу в целую дипломную работу, да, есть и такие случаи. Ну, и, наконец, да, про темы студенческих работ. Это темы тех, кто сегодня у меня пишет работы, но они не менее интересны, да, эти темы и у других преподавателей. Скажем, те темы, которыми, да, или те работы, которыми я руковожу и там консультирую, их, они связаны с моей областью экспертизы, это антропология медиа, это антропология города, и это, наконец, исследование звука. Вот, соответственно, здесь некоторые, да, из них, то, что вот, как мне кажется, сейчас динамично развивается, есть работа про то, как в Минске демаргинализуются, перестает быть маргинальной рейд-культура, да, и каким образом это происходит. Есть исследования про то, как в новейшую историю Беларуси менялись саундскейпы власти, как власть вообще присутствовала в звуковом измерении городов Беларуси, да, и что сегодня происходит с вот этим пространством, которое раньше власти принадлежало, да, как оно сейчас оспаривается разными группами горожан. Про сервисы доставки еды и трансформацию культуры питания уже сказал. Есть при этом некоторые работы, которые связаны с гендерной тематикой прямо или косвенно, в частности вот есть работа про нарративы о домашнем насилии в русскоязычном твиттере. Наконец, есть какие-то работы, которые связаны с не столь знакомыми нам реалиями, поскольку наших заочников и заочниц периодически заносят или куда-то на обмен, да, по программам обмена они оказываются, ну, скажем, в Каталонии был такой случай, да, а здесь вот медиастудентка, которая живет в Бахрейне, да, в небольшой этой стране на Персидском полуострове, рассказывает в своей работе про медиаобразы Среднего Востока среди трудовых мигрантов, которые живут в Бахрейне. Да, мне кажется, это отдельно очень интересная работа, поскольку она рассказывает, а как в нашей жизни то, что говорят медиа, соотносится с тем, что мы видим сами, да, вот Надежда, да, автор этой работы как раз рассказывает про то, как люди, прожившие в Бахрейне, да, видят медиа-картинку, создаваемую за рубежом про Бахрейн, и видят медиа-реальность, и как это все переплетается для них, да, как они пытаются изменить свои медиа-привычки, да, и как это меняет их жизнь там, в далекой для многих стране. Да, это вот всего лишь несколько таких примеров, да, мы при этом постоянно реагируем на какие-то новости и реалии, хотя и есть программа курса, каждый год, да, мы разбираем новые примеры, да, и стараемся, да, не делать это конвейерным способом, но, мне кажется, я уже довольно много наговорил, вот, хочу ваши вопросы услышать, и, да, я думаю, что Светлана расскажет то, что не рассказали мы с Альмирой и Алиной. Если на данном этапе вопросов нет, не забывайте, что вы можете всегда их написать в окно чата, и мы их увидим сбоку в письменной форме, и вы можете написать отдельно спикеру вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, скажите, у заочников есть возможность участвовать в программе обмена? Заочники могут участвовать в программе обмена, но заочники не могут получать стипендию Erasmus для участия в этой программе. В этом всегда заключается основная такая проблема, да, что хочется не только поехать, но и финансировать свою поездку. И поездить, и финансировать могут только очники. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Ирина. есть ли еще вопросы? Ну, по ходу давайте, да, тогда задавать. Я вот слушала Андрея и хотела вот сделать еще такое напоминание, отдельную ремарку важную, что, наверное, все заметили, что те вопросы, которые рассматриваются на занятиях Андрея, о которых он говорил, те темы, они, ну, такие несколько, может быть, многим битериентам покажутся необычными. Вот я, например, часто получаю такие вопросы от битериентов. я хочу быть копирайтером, научат ли меня копирайтинга на программе по медиа, или я хочу писать новости, там, Евроньюз, буду ли я писать новости. И вот с этой точки зрения хотелось бы, я скажу очень кратко, Светлана скажет, наверное, гораздо больше об этом, хотелось бы отметить, что вот написание новостей это то, что вообще-то в скором будущем будут делать роботы, они люди, и уже они делают, например, погоду пишут роботы. Копирайтинг это тоже такая вершина айсберга медиа. Медиа это очень широкий пласт, и он только то, что мы сегодня, о чем сегодня говорим, это тоже вершина айсберга. Мы стараемся нашим студентам дать понятие может самыми ценными, самыми дорогими, продуктами в будущем будут именно междисциплинарные продукты, когда вы сможете совмещать и навыки в медиа, и на какие-то эксклюзивные знания из других областей, например, Андрей говорил о вопросах дискриминации или этике, напрямую, конечно, нельзя не затронуть вопросы права, говоря об этих вопросах, и ЕГУ дает прекрасную возможность, обучаясь, например, на программе по медиа, взять курс по выбору с другой программы, например, с программы по праву, если вас интересуют такие вот смежные вопросы, и эти курсы, которые вы можете брать по выбору, конечно, будут включены в ваш диплом, в ваше приложение к диплому, нигде не потеряются, вы даже можете набрать определенное количество курсов, и затем их перезасчитать, когда вы поступите на второй бакалавриат, к примеру, можно несколько параллельных таких образований получать, диплом вы получите один, но они будут у вас уже включены, и это часто ценится при нами на работу, обладание такими исключительными навыками, что вы не только медийщик, но и медийщик со знанием юриспруденции, или со знанием экономики и политики. И сейчас я передам слово Сане Назаренко, она будет говорить о нашем учебном плане, о наших курсах, более подробно. Здравствуйте, ребята, сейчас я расшарю экран и расскажу вам о программе. Мои коллеги уже как бы начали рассказывать, и Альмира Ифина упоминала, как была программа, создавалась, какую цель мы преследовали, когда эту программу создавали. Сейчас, ребят, минуточку, я расшарю экран. Итак, в университете есть два департамента, это департамент социальных наук и департамент гуманитарных наук, и на департаменте социальных наук есть три бакалаврских программы, и одна из них это программа медиа и коммуникация. руководитель программы это профессор Аланта Белоскайте, я куратор программы медиа и коммуникации, программу я курирую с ее создания, когда мы начинали в 2005 году как раз таки в Вильнюсе запускать эту программу, и у нас есть координатор очного или координатор департамента, это Наталья Воловичения и методисты, которые помогают нашим студентам, это Сергей Мочульский, которые работают со студентами медиа, это Сергей Мочульский и Елена Очерник. Когда наши студенты выпускаются, то вы получаете диплом государственного образца и вам присваивается степень бакалавр социальных наук. Срок обучения на программе очной формы 4 года на программе заочной форме 5 лет. Здесь в чате вы спрашивали, если нет возможности обучаться очно, получат ли такую же базу студенты, которые обучаются на заочном отделении. Да, вы получите, потому что план, по которому идет обучение, он один. И для студентов очного отделения и для студентов заочного отделения. Только студенты очники, то есть вы набираете те же 240 кредитов. И у вас получается, что студенты очники проходят в семестр, набирают 30 кредитов, это 5-6 кредитных курсов, а студенты заочники набирают 24 кредита и, соответственно, у них на один курс меньше. И из-за того, что есть движка, то получается, что набегает вот этот пятый год обучения. Но курсы у вас будут те же, преподаватели у вас будут с вами работать те же. Единственное, как бы у студентов заочников, когда они приезжают на сессии, обучение происходит на платформе Moodle, и студенты, когда приезжают на сессии, практические курсы проходят очно на сессиях в MediaHub. Другое дело, что в этот семестр, так как мы весь работаем дистанционно и на очном, соответственно, все мы искали способы, как можно практические курсы, которых у нас много, в объеме 24 кредитов, это в частности, так как у нас практикоориентированный бакалавриат, и акцент, который мы делаем, это медиапроизводство в объеме 24 кредитов, это очень большое, то есть каждый семестр наши студенты работают в MediaHub и занимаются как раз таким медиапроизводством от АЗОВ до, также они работают со звуком, звук в кино разбираются, до выведения, как бы, создания продукта, который уже можно размещать, посылать и участвовать в различных конкурсах. Андрей совершенно правильно сказал, что мы ориентируем своих студентов на то, чтобы они создавали продукт, то есть мы их учим от появления идеи, чтобы стимулируем и создаем условия, чтобы идеи появились и потом уже сопровождаем от идеи до притворения идеи в проект, реализации этого проекта, поиска финансирования на проект и так далее. и уже сам проект, который можно сделать на базе Медиахаба, о котором Алина упоминала, и это Медиахаб дает очень большие возможности нашим студентам, и многие курсы завязаны, как раз-таки наши студенты, кроме как курсы по медиапроизводству и другие курсы проходят в медиалаборатории, и студенты очень часто днюют и ночуют в медиалаборатории, они делают свои проекты, которые могут не входить и не быть связаны с учебными курсами. Мне кажется, что это очень такая большая и хорошая возможность для студентов, особенно сейчас. То есть получить диплом бакалавра за 4 года сейчас для вас это недостаточно. Вы должны выйти из бакалавриата, имея очень хорошее портфолио. Из чего ваше портфолио может складываться? Я буду говорить про практику, то есть места практик, вы участвуете в конференции, вы делаете свои проекты, вы делаете проекты, которые мы разрабатываем по разным курсам с преподавателями. И вот это очень важный момент. Как я говорю, что поступить к нам легко, а вот учиться это очень тяжело. очень тяжело учиться на заочном, но правда сейчас наши студенты и очники в полной мере ощутили, что значит дистанционное обучение. вот. Но, как я говорю, что учиться у нас сложно, но интересно. Если вы захотите просто поступить и потусить, поверьте мне, это не тот вариант, что можно найти это гораздо дешевле, как бы чем поступление в ЕГУ, если вы хотите просто получить диплом. что касается структуры учебного плана, всем рекомендую зайти на сайт и ознакомиться потом спокойно с нашим учебным планом. Я расскажу о структуре, курсы покажу, но долго останавливаться на этом не буду. Бакалавская программа медиа и коммуникация, как и любая другая программа в университете, состоит из трех блоков. Первое это предметы общего университетского образования, второй блок это основные предметы учебной программы, и третий блок это специальные образовательные предметы программы, предметы глубинного изучения и предметы по выбору. Из чего складываются первые два модуля? Вы можете два блока, да, первое это общеуниверситетское, вот эти курсы языкомышления, английский язык, семинар первого года и семинар второго года все студенты слушают на всех программах. И это курсы с очень такой интересным как бы интересным форматом, потому что студенты не только, вы находитесь в группе не только медиа и коммуникации, да, первого курса. В вашей группе, например, по языку и мышлению могут быть курсы, где с курсов будут и дизайнеры, и политологи, и правоведы, и медийщики. И курсы эти задумывались для того, чтобы вы за четыре года не только познакомились и сдружили, сплотились благодаря проектам с вашими однокрупниками, но вы познакомились и завязали контакты со студентами из других программ. То есть очень тесные связи выстраиваются со студентами параллельных программ. Чем это интересно и полезно? То, что вы можете, как бы, вы, как медийщики, очень отличаетесь, да, те абитуриенты, те студенты, которые поступают на разные программы. Например, совершенно по-другому как бы мыслят студенты-правоведы, да, или же студенты-дизайнеры. И когда вы находитесь в обсуждении той или иной темы и с людьми с разными, со студентами с разными программами, то вы совершенно по-другому начинаете видеть, как комментируют, как раскрывают, да, те или иные вопросы, какие вопросы ставят, во-первых, ваши коллеги. И это всегда очень интересный опыт. Это что касается общеуниверситетского блока и обучения первое, то есть языкомышления, семинар первого года английский язык, это вы заканчиваете на первом курсе, а семинар второго года, соответственно, вы будете проходить на втором курсе, и здесь уже больше будет акцент как раз-таки на медийную составляющую, социальное, вообще науки, связанные с обществом, социология, социальные практики очень важны для медийщиков, потому что как вы можете ставить и понимать, ставить вопросы, понимать, что необходимо, если вы не знаете, как выстраивается взаимодействие и вообще какие есть теоретические основания там об обществе, да, как вообще из чего складывается общество, как оно складывается, кто что об этом писал, то есть это очень такие важные как бы дисциплины. Также вы видите, что у нас есть медиапрофессии, медиапроизводство, вот с нового учебного плана мы ввели большой как бы модуль из трех дисциплин, это эффективная коммуникация, основы менеджмента и стратегический менеджмент и управление проектами, то есть это три курса, которые как бы объединены в один модуль, где как раз вам дается управленческие навыки, да, где мы как раз таки разбираем, как, что происходит, как управлять организацией, как выстраивается управление в организациях, и это очень важный навык сейчас для всех ну как бы людей, потому что мы организуем не только себя, если раньше, допустим, был человек, который договаривался о съемках, который договаривался как приехать, у кого брать интервью, в какое время и так далее, то сейчас фактически вы сами себе получается менеджер, вы, у вас должна появиться идея, да, вы должны понять и договориться, у кого, допустим, вы берете интервью, вы должны или сами уметь снять это интервью, подготовить материал, да, разработать, во-первых, позиции, вернее, вопросы для интервью, если, к чему вот весь мой этот пример, раньше это делали разные люди, сейчас получается, что вы должны уметь сами делать практически все, то есть готовый продукт, об этом говорил и Андрей, почему вот проектная деятельность сейчас выходит на первое место, и вот эти вот навыки, которые вы приобретаете проектной деятельности, вам очень пригодится, плюс еще навыки исследовательской деятельности, потому что перед любым проектом есть предпроектная деятельность, то есть проектом мы называем не только исследовательский проект, но и создание сайта, создание видео, там, не знаю, фильм, это тоже проект, и соответственно, прежде чем что-то создать, то же самое это касается и дизайнеров, прежде чем что-то создать, вы должны сделать исследование, во-первых, насколько это будет востребовано, насколько, кто, во-первых, уже занимается в этом направлении и так далее, чтобы ваш продукт, который вы выпустите, а проект это, он всегда заканчивается каким-то продуктом, чтобы он был востребован, мало того, что недостаточно просто делать какое-то исследование или же создавать какой-то продукт, только потому что вам интересно, вы потратили на это время, соответственно, вы должны его продвинуть и продать, то есть это важно, то есть мы вас, надеюсь, будем учить вещам, которые бы вам приносили деньги, и это важный момент, чтобы вы уже начинают, то есть вы могли включаться, многие наши студенты начиная с третьего курса уже подрабатывают и мы стимулируем, чтобы подрабатывали головой, а не где-то там настройки, потому что это важно, то есть и многие, кто-то создает контент, кто-то работает копирайтером, о которых как бы говорила у нас как бы Алина, хотя полностью согласна, что нейронные сети как раз они уже пишут новостные заметки, причем не могут нейронные сети писать, причем они пишут лучше, чем пишет человек, с такими же ошибками, которые делает человек, нейронная сеть очень хорошо обучаема, вот, то же самое касается копирайтинга, то есть еще, ну не знаю, ну пять лет это максимум, то гораздо, гораздо раньше, что нейронные сети вытеснят как раз таки человека с этого как бы направления, но я немножко отвлеклась от плана, то есть об этом можно говорить очень много, то есть какие трансформации происходят вот сейчас, чему, какие специальности будут, какие исчезнут, мы с коллегами обсуждаем эти вопросы, потому что от этого важно понять, чему вас учить, если раньше те знания, которые получались как бы студенты в университетах, получив диплом, они могли спокойно поступить на работу и уйти на пенсию с одной записью в трудовой книжке, сейчас это невозможно, потому что все очень быстро меняется, и важно нам сейчас не научить вас конкретным знаниям, а научить вас учиться, чтобы вы могли адаптироваться, и вот эта вот пластичность, умение подстраиваться, умение принимать решение в нестандартных ситуациях, и в быстром меняющемся мере, это вот эти вот навыки, они очень важны, да, если мы двинемся дальше по плану, я думаю, пока я говорила, вы курсы, с какими вы столкнетесь, вы уже посмотрели, прочитали, это вот основные предметы, я на них останавливаться как бы не буду, следующий третий блок у нас с вами курсы, это связанное уже такой более специальной подготовкой, и здесь мы видим и у вас будет и анализ фильма, методология исследования медиа, о которой говорил Андрей, и телевидение курсы, и психоанализ, и медиаправо, которое упоминала Алина, что действительно без права никуда, и медийщики конечно должны знать и конечно должны разбираться и в авторском праве, потому что сейчас как раз таки с вот таким агрессивным развитием как бы и включением интернета вот эти вопросы с авторским правом, они возникают и вопросы возникают с этикой, да, здесь еще есть два курса, ну как бы две дисциплины, это курсовая работа и практика, у нас на программе пишут две курсовые работы и заканчивают то есть на втором и на третьем на четвертом курсе пишется дипломная работа, иногда это если студент знает что он хочет, он приходит и интерес его не меняется, то студент может с руководителем начинать писать курсовую работу, первый год, второй и выходить на диплом иногда интересы, приоритеты меняются мы стимулируем своих студентов мы не даем список тем как вы заметили когда Андрей вам на презентацию выводил какие у него студенты пишут работы мы всегда это вместе с руководителем идет поиск отталкиваясь от интересов студентов экспертизы научного руководителя и поиск совместно что было бы интересно вместе какое сделать исследование потому что исследование это вы шесть месяцев погружаетесь в совместную работу с руководителем фактически вы проживаете с этой идеей очень большое как бы время и конечно это должно быть интересно и вам и интересно и научному руководителю когда появляются такие нетривиальные работы то всегда очень интересно присутствовать на защитах да и вот список у нас довольно много где-то 24 кредитов это курсы по выбору да здесь вы можете как бы увидеть тоже есть и кино курсы по журналистике по фотографии и по пиару см и индустрии кино и так далее что здесь важно если вы хотите и вам больше нравится допустим вы хотите себя реализовывать через как бы направление журналистики да то вы можете и курсы выбирать чтобы как раз таки вот эта специализация как бы это направление даже оно прошло через курсы по выбору через ваши курсовые работы и через практику и диплом и получается несмотря на то что наши студенты идут по плану одинаково у них могут быть вот эти разные учебные траектории которые выстраивают как раз таки сам студент это не значит что вы все курсы можете брать какие хотите нет то есть есть обязательный блок а вот через курсы по выбору практики курсовые дипломы вы можете ваши интересы они могут учитываться исследовать исследований и практики это что касается вот практик да по диплому хочу только сказать что у нас есть два вида дипломов это дипломы которые как бы ну классические это исследование они могут быть диплом полностью теоретически но мы приветствуем чтобы это был все таки с эмпирическим эмпирическое исследование чтобы вы вышли в поле чтобы вы или же взяли поработали с интервью или же сделали как бы различные настики чтобы вы не просто то есть не просто поработали с теорией а через эту теорию как через призму посмотрели на на что-то да и студенты интересные пишут работы и выбирают очень интересное ну я думаю вы уже это ощутили посмотрев на темы с которыми работает Андрей это и звук и еда и ближний восток миграция то есть понятно что это исходит из интересов студентов то есть это одно и второе это практический диплом это или студенты у нас снимают кино или же студенты у нас делают фотопроект или же это корпус статей которые выходят на одну тему разножанровые и так далее то есть мы готовы реализовать вашу идею да вместе с вами и вот это главное как я говорю главное вам родить идею и замахнуться на нее вот и вот это как бы важно как я говорю своим студентам имейте интеллектуальную наглость вот это очень важно да здесь никто не будет за вас учиться почему я говорю что тяжело но вы должны как бы сами гореть и хотеть то есть вот это важный момент вот на этом слайде представлены практики где проходят наши студенты и мы каждый раз все ищем больше мест практики например наши студенты уже не первый год проходят практики на кинофестивале листопад в Белоруссии у нас проходит ретроспектива студенческого кино где каждый год вот в этом году должен тоже была ретроспектива это юбилейный показ должен быть то есть это студенты присылают причем студенты оно как бы не только студенты ЕГУ это могут присылать и магистранты и наши и участвовать международным в прошлом году студенты ездили в Сан-Петербург и там участвовали лучше кто выиграл участвовали там как раз таки в кинопоказе который проходил в Сан-Петербурге в университете по-моему в Смольном вот если у вас есть уже работа сделана вы тоже можете посмотреть я Алине тогда оставлю ссылку на нашу сайт ретроспективы там написано какие есть номинации где можно поучаствовать если у вас будет такое желание мы только приветствуем не важно что вы еще не студент ЕГО но это будет такая очень хорошая заявка и также это можно использовать и для вашего портфолио для поступления а потом наши студенты проходят практику в медиа-центре ЕГУ и это может быть связано с радио потому что в медиа-центре есть радиостудия и телестудия и видео потом у нас как бы связана практика с фотографией мы сотрудничаем с Ленкевичем Андреем он как раз таки привлекает наших студентов поучаствовать в фотопресс которая проходит в Белоруссии и несколько лет подряд наши студенты там активно участвовали потом наши студенты работают в литовских СМИ есть контакты с Белсатом в Польше в Варшаве потом наши студенты раньше проходили практику связанную с кураторством в галерее У потом проходят активно практику в философско-культурном журнале ТОПОС и также вот студенческая служба я знаю что и у Алины с Максимосом наши студенты тоже проходят практику то есть мы активно как бы участвуем и включаем наши студенты мы предоставляем различные возможности также наши студенты волонтерят и это тоже как бы им приносит определенные бонусы Алина у меня еще есть время да Светлана у вас есть еще время хорошо ребят что касается медиахаба запускать ролик не буду Алина его может быть расшарит и у кого будет желание вы можете там как бы посмотреть единственное могу сказать что это уникальная возможность которая есть у наших студентов во-первых вы можете придя в университет сделать свое радио вы можете запустить свою радиопрограмму естественно это не разовая акция должна быть или собрать команду кому это будет интересно и запустить это как один может проект у нас студенты работали в этом направлении также есть виртуальная телестудия где или ее еще зеленкой называют потому что фона нет и можно как бы поставить любой фон то есть это очень такая уникальная как бы возможность и вообще медиа-центр появился в ЕГУ благодаря двум проектам которые были написаны как раз таки команды которые возглавила Альмира Ирифанова и этот был проект с BBC и как бы первый проект был связан с радио и второй проект в течение трех лет был связан с телевидением и как раз таки результатом этих двух проектов и стал как раз таки медиахаб то есть это на телестудии есть крыло где расположена как раз таки радиостудия телестудия плюс классные комнаты где студенты монтируют снимают как бы делают озвучку и так далее где они могут реализовывать свои свои проекты это вообще как бы очень уникальная возможность для студентов медиа и для студентов вообще в ЕГУ не обязательно те кто на медиа или же не только на медиа да хотела еще обратить такое внимание что наши студенты еще как бы не то что работают но присоединяются на наши преподаватели есть три научных центра которые как бы вот так связаны с программой это лаборатория критической урбанистики руководителем которой является Сергей Любимов это лаборатория исследований визуальной культуры и современного искусства руководителем является Альмира Рифовна и центр гендерных исследований руководителем которого является Владислав Иванов и многие исследования которые проходят и которым студенты могут подключиться как раз таки привязаны к этим трем центрам и эти центры как вы видите программа у нас 2005 года а центры они еще существовали в ЕГУ которая была как бы в Минске и вот как бы вот эта вот традиция исследовательская она не прерывается и мне кажется это очень как бы важный 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 момент и да и для вас это очень хорошая возможность чтобы реализовать свои амбиции и идеи и поучаствовать окунуться в такую исследовательскую исследовательские проекты преподавателей которые работают в этом центре да и уже поучиться непосредственно мне кажется это очень интересно следующее да возможно Алина вам уже с Максимовцем рассказывала единственное я быстренько долго не буду вернее останавливаться университет предоставляет две возможности мобильности Размус плюс это для обучения то есть начиная со второго курса вы можете пройти по конкурсу уехать учиться в тот университет с которым у нас подписаны партнерские соглашения вы можете уехать на семестр вы можете уехать по обмену на год вы можете один семестр поучиться в одном университете на следующий год поучиться семестр в другом университете то есть это очень интересная такая возможность и в зависимости от вашего рейтинга знаний иностранного языка и страны куда вы хотите поехать вы набираете определенные баллы и тогда в зависимости от баллов вы получаете стипендию и достаточно ли стипендий которые приходят от университета чтобы поучиться в другой стране зависит конечно от страны есть где достаточно есть где студентам приходится еще как бы доплачивать еще одна возможность которая мне кажется очень хорошая это мобильность Erasmus Plus для практики то есть студенты могут уехать от двух до трех месяцев учиться в вернее не учиться работать в но это уже не в университет а в ту или иную организацию фирму по Erasmus и в течение трех месяцев вы работаете в другой стране практикуете язык наращиваете ваши профессиональные компетенции ваши знания и умения то есть вот это очень такая важная интересная возможность которую предоставляет университет и да когда вы уезжаете мобильность по практике у вас тоже есть стипендия ребят когда вы поступите в университет я надеюсь многие из вас как бы поступят я настоятельно рекомендую вот эту возможность поездки по Erasmus хотя бы семестр или год или же семестр и там на практику всегда использовать да это и во-первых ваша мобильность ваша адаптация в другой стране возможность сравнить обучение в ЕГУ и в другом университете завести новых как бы друзей вот это вот как бы мне кажется очень важный момент ну вот на этих двух слайдах прописано где наши студенты могут выпускники работать единственное сразу скажу что своих студентов я настраиваю на то что они должны сами себе подготовить рабочее место да что основное что они будут делать и скорее всего им придется делать это работать фрилансом и искать возможности то есть у нас многие студенты которые уже имеют свои фирмы которые не работают в найме и это такая скажем данность с которой мы будем сталкиваться чем дальше тем тем больше поэтому настраивайтесь сразу что вам надо будет думать если конечно вам папа мама не подготовит фирму куда вас получив просто диплом о высшем образовании они заберут такие тоже варианты есть например мы с выпускницей прошлого года как бы родители ждут чтобы она вернулась и занялась как бы в семейном бизнесе а ей хочется как раз таки развиваться связано с медийными проектами она себе немножко в семейном бизнесе не видит но как-то видно они как бы искали компромисс между вот то что родители подготовили и то что бы хотелось как бы студентка сама но ребята помним что бакалавриат это незаконченное высшее и настраиваемся что следующий этап это магистратура минимум одну магистратуру вы должны закончить но вообще настраивайтесь что вы будете учиться в течение всей вашей жизни наращивать компетенции и без этого вы некуда от этого вы никуда не уйдете вам это придется необходимо и уже даже магистратуру вы будете рассматривать кто-то пойдет закончить докторантуру именно для наращивания своих компетенций и умение переучиваться умение как бы вот вот этого важно будет качество поэтому куда пойти на слайдах представлено но важно как бы чтобы идти как раз таки или же в магистратуру или же думать как работать и выстраивать свои проекты мы как раз таки и пытаемся научить вас именно этому но вот здесь как бы наверное Алина расскажет как бы лучше подробно да про гранты для поступления единственное и про портфолио единственное могу сказать что с такой медийной составляющей ваше портфолио что бы мы хотели видеть или что бы у вас могло быть в этих портфолио приветствуется это если вы уже печатаетесь да или же пишете для сайтов или же это статьи в газетах журналах интернет изданиях если вы пишете под псевдонимом то от редактора главного редактора необходимо взять письмо где он подтверждает что это ваш псевдоним это могут быть фото проекты обязательно с идеи проекта это серия фотографий хорошо если это будет ориентировано на какую-то социальную проблему но как через вот это вот видение или взгляд фокус как вы через объектив можете увидеть раскрыть ту или иную проблему да социальную через на что вы фокусируетесь то есть ну и вот это вот как бы очень интересно вообще вот свой такой фотографический взгляд или взгляд его то есть надо насматривать много фотографий да тогда вы просто будете более чувствительны это такой важный момент следующее это сценарии это может быть сценарий фильма ток-шоу телепередачи и так далее то есть это могут быть работы которые вы напишите непосредственно для портфолио да и туда как бы приложите это могут быть проекты веб-сайтов то есть это могут быть снятые рекламные ролики это могут быть другие аудиовизуальные продукты это могут быть музыкальные фильмы документальные фильмы музыкальные клипы и так далее то есть все ваше творчество мы будем рассматривать ваших проектов и вам через ваше ваше портфолио через ваше ваше портфолио вы должны показать, насколько себя самой как бы выгодной стороны, да, то есть вот это вот как бы важно. Все, Алина, я закончила. Ребята, вопросы? Готовы ответить на любые вопросы, связанные с учебой, поступлением, деньгами, которые вам необходимы, для проживания и так далее. Или вы уже устали? Добрый день. Добрый. Скажите, мне вот интересно, как будет проходить вообще процесс поступления вот в этом году, потому что сейчас все мы знаем, какая ситуация сложилась, вот, поэтому будет интересно узнать. Ну, скажем так, я немножко затрудняюсь, я могу предположить, как это может происходить. У нас на студентах-заочниках онлайн-собеседование, оно отработано, поэтому скорее, если границы не откроют, то, возможно, для студентов, которые будут поступать научную форму, тоже будет организовано онлайн-собеседование. для этого вам необходимо, чтобы у вас была устойчивая связь, видеокамера, и мы с вами побеседуем. Вы будете видеть комиссию, которая обычно состоит, предметную комиссию из трех человек, из трех-четырех человек. Они вам позадают вопросы, и потом, после того, как с вами собеседуют, предметная комиссия будет рекомендовать или не рекомендовать вас в зачисление. А все документы студенты, вернее, абитуриенты присылают нам анкету, они ее присылают в электронной форме. Единственное, будет потом, наверное, если это все будет онлайн, решаться как-то вопрос о документах, потому что, как бы, все студенты, абитуриенты загружали документы в анкету, но потом они привозили их в оригинал и в, как бы, заверенную копию. Я думаю, что Алина с Максимосом подробно напишут инструкцию, если у нас вариант А, мы поступаем очно, и у нас все хорошо, границы открыты, или же вариант Б, мы проводим приемную кампанию в дистанционном формате. Алина, может, вы дополните? Да, я дополню, что, конечно, инструкции будут, когда у нас будет понятна ситуация с границами, когда уже будет видно, мы закрыты во время приемной кампании или открыты, но так или иначе, с закрытым или открытым форматом любому абитуриенту к нам нужно пойти такие четыре этапа. Первое, нужно заполнить анкету абитуриента онлайн на сайте. Это можно сделать уже сейчас, ее можно сохранить, те поля, которые вы еще не можете заполнить, например, номер аттестата вы еще не получили, экзамены не сдали. Это можно оставить сохраненных и потом заполнить. Анкета будет открыта до 17 июня, возможно, мы продлим ввиду этой ситуации прием документов, но пока ориентируемся на 17 июня. Второй этап, нужно сдать экзамены по эссе и английскому языку. Сдать экзамены можно в Минске. Минск у нас карантин не признает, как мы знаем, и поэтому там все работают в штатном режиме, все это можно сделать в центре Попелей в Минске по адресу Чехова 3. Вы можете зайти на Попелей.бай познакомиться с графиком сдачи экзаменов, с их таймингом, там для экзамена по эссе это 3 часа, экзамен по английскому немножко по-другому проходит, там есть час на теоретические вопросы, грамматику, и далее по живой очереди собеседование с преподавателем на в живом формате на поверху вашего говорения, вашего умения говорить на английском языке вживую, а не по заученым темам. Вот с требованиями к экзамену вы можете как познакомиться у нас на сайте, так на сайте Попелей, вы также можете задать вопрос мне сейчас или на почту реклокнуть собачку еще и так, где мы с вами общаемся. Те, кто не из Беларуси или какие-то другие причины, болезни, какие-то фосмажоры в жизни случаются, конечно, мы сможем организовать сдачу экзаменов онлайн в случае продолжения пандемии. Если это экзамен по английскому, то мы вам открываем пространство сдачи теста на определенное время, вы онлайн выполняете тест, и затем он оценивается, потом вы также, вот как мы сегодня с вами подсоединяетесь в Zoom или BlueJeans, это конкурент в Zoom, и проходите собеседование с преподавателем по английскому языку. Экзамен по эссе проходит подобным образом, то есть вы получаете тему, у вас есть камера, она направлена на вас, и вы пишете этот экзамен, там есть специальные такие технологии, не позволяющие использовать плагиат, не позволяющие контролировать, что экзамен проходит честно, и тогда вы выполняете это дистанционно, вот, особенно если кто-то не из Беларуси, для них будет это актуально. Конечно, мы об этом отдельно еще сделаем тогда сообщение, когда мы будем точно знать, что карантин нас всех запер. Далее. Алина, есть вопрос, уточните, пожалуйста, период приемной кампании. Период приемной кампании на очное деление. Сейчас у нас до 17 июня принимаются документы на очный бакалавриат. До 5 июля на заочный бакалавриат и магистратуру. После этого, как мы примем ваши документы, их посмотрим, все там будет хорошо, мы назначаем вам дату собеседования. Дата собеседования ориентировочная назначается в начале июля. Какая она будет? Будет зависеть от того, снимет нас карантин или нет. Поскольку если карантин снимают, вам нужно оформить визы. Мы тогда эту дату назначаем с условием подготовки вашей визы в консульство. Если карантина нет, тогда если карантин продолжается, тогда мы сегодня делаем онлайн, и тогда эта дата будет чуть-чуть ближе. Так или иначе, вы рассчитываете на собеседование, на июль месяц от первого где-то до пятнадцатого числа. После того, как вы пройдете собеседование успешно, после того, как вы узнаете результаты рассмотрения вашего портфолио, это в тот же день обычно происходит, что и собеседование, с вами подписывается договор, и нужно пройти процедуру признания качества полученного ранее образования, то есть ваше образование в Беларуси или в Дорогой Стане, то есть имею в виду ваши теста. Ранее, как говорила Светлана, бетюренты привозили оригиналы документов к нам в университет, делали копии и подавали сотруднику университету, который потом вез эти документы в Центр контроля качества. Сейчас, если будет карантин, то процедура будет все эти документы вы предоставите в Центр Попилея в Минске. Для тех, кто не может приехать, вышлит заказным письмом эти документы туда. Для граждан других стран мы найдем другой вариант, как мы получим эти документы. Будете, скорее всего, заказными письмами присылать сразу в Литву. И тогда из Центра Попилея мы передадим ваши документы в Литву. Спасибо, Алина. Для того, извините, Станна Митриевна, для того, чтобы дорогие абитуриенты еще раз очень четко поняли, как поступление будет происходить, то ответ очень простой. Следите за информацией, которую вы получаете на e-mail, которую вы можете найти в социальных сетях, информацию, которую вы можете узнать также в скайпе, общаясь с нами либо общаясь по e-mail, то в каком формате карантин будет длиться, как он будет влиять на нашу мобильность, на возможность переезда, на возможность приезда в Вильнюю для собеседований, это вопросы, на которые ответить невозможно сейчас, потому что сегодня 20, кажется, 2 апреля, а учеба у вас начнется 1 октября. Как жизнь будет выглядеть в этом промежутке, мы не знаем, и мы не должны фантазировать на этот счет, мы можем лишь предположить, какие возможные сценарии будут происходить, поэтому, пожалуйста, следите за той информацией, которую мы будем публиковать, либо поступление будет полностью происходить онлайн, и ничего там страшного нет, потому что вы прекрасно владеете всеми технологиями, явно лучше, чем многие из тех нас, кто работает в университете и преподает. Если же жизнь возвращается в предыдущее русло, и мы очень надеемся, что оно возвращается, то тогда, конечно же, будет алгоритм, который в предыдущие годы происходил. Поэтому еще раз следите за информацией, которая регулярно публикуется у нас на сайте. Очевидно, что это вебинар не последний, а наоборот, это начало серии вебинаров по каждой из наших программ. Я уверен, что мы с вами еще много раз увидимся, поэтому пока что самое лучшее, что вы можете делать, это готовиться к тому, чтобы успешно сдать экзамены, поступительные экзамены по эссе, по английскому языку, еще раз ответить самим себе на вопрос, в чем же заключается ваша мотивация для поступления в университет, и, конечно же, не забыть о том, что без школьного тестата поступить в университет вы не сможете, поэтому каким-то образом нужно и о школе не забывать. Если же вы амбициозны, если вы хотите испытать себя и уже накопленные навыки, накопленное свое портфолио в как раз-таки конкурсе портфолио, которое вам позволяет получить грант и тем самым снизить стоимость обучения в вашем первом семестре учебы в ИГУ, то также вы можете уже активно накапливать свое портфолио, собирать его, систематизировать, думать над сопроводительным письмом и, так сказать, уже ожидать того момента, когда вы сможете его отправить. Поэтому пока что сегодня лучше всего сконцентрироваться именно на самой программе. Что касается технических вопросов, все поступления, то этому будут посвящены отдельные вебинары, которые будут проводить университет для абитуриентов всех программ. Спасибо, Максим. Я хочу добавить, что обычно мы всегда идем навстречу абитуриентов в вопросах удобства проведения наших беседований, предоставления документов. И, конечно, мы будем отталкиваться от сложившейся ситуации, так как будет удобно большинству из наших абитуриентов. Я вижу здесь несколько вопросов, я быстро на них отвечу, потому что все их читают. Вопрос о членах жюри, которые осматривают присланные подфолио на конкурс. Конечно, в жюри находятся преподаватели программы. Преподаватели программы медиакоммуникации осматривают работы по медиакоммуникации. Преподаватели других программ осматривают присланные им программы. Это естественно, потому что только профессионалы в этой области могут проверять. Конкретные там фамилии я не могу вам назвать, потому что жюри еще не сформировано, но будьте уверены, что это те преподаватели, с которыми вы встретитесь уже с первого года обучения. И, как правило, комиссия большая, там нет предвзятого мнения, преподаватели видят все работы в зашифрованном формате, они видят только номера, они не знают, кто вы, поэтому мы максимально снижаем риски каких-либо там предвзятых отношений. Далее вопрос. По поводу визы открытой на весенние дни, открытой дверей. Конечно, она не будет действительно, потому что эта виза уже прошла, то есть вам открыли, но случился карантин, к сожалению, поэтому виза будет уже недействительна, если нужно будет приехать на вступительное собеседование, будет открываться новая виза, виза будет открываться бесплатно для абитуриентов, нужно будет только застраховку за эти несколько дней заплатить. так, и вопрос по поводу участия в конкурсе на гранты, будет ли добавляться какой-то бонус, золотая медаль. Да, золотую медаль можно приложить к вашему портфолио, у нас нет распределения бонусов, что золотая медаль весит столько-то баллов, да, хорошая работа по меди весит столько-то баллов, нет, вы собираете портфолио, комиссия оценивает портфолио выбирает самых лучших, самых сильных и среди них распределяет гранты на 100% покрытие и на 50% в процентах ситуация выглядит так, что до 10% абитуриентов получают 100% гранты и до 15% 50% гранты. Естественно, получают лучшие из-за ребят, если все прислали, предположим, слабые, очень работа это не значит, что как бы все слабые получат, да, мы оцениваем самых сильных и мотивированы к тому, чтобы как бы они были поощрены за свои потраченные усилия, да. Еще может быть какие-то вопросы сейчас есть к всем нам? если сейчас еще думаете о вопросах, вы всегда их можете прислать так, как напрямую преподавателям, если это вопросы по курсам, так и вопросы по поступлению можете прислать мне Максиму на ящик рекрутмент собачка ИЧУЛТ, также можете задать ваши вопросы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме и в форме обратной связи на нашем сайте. Так, еще вот вопрос пришел. Раньше в ЕГУ была система бесплатного обучения определенно среднего балла. Да, эта система была три года назад, сейчас ее нет, сейчас у нас используется портфолио, о котором сегодня говорила Светлана очень много, какие работы могут участвовать в конкурсе, о котором я сейчас говорила по поводу работы над ним и о том, в чем намекал Максим, что сейчас самое время заняться портфолио, сделать его лучше. У вас сейчас как раз есть достаточно времени, все дома сидят. Пока мы ждем вопроса абитуриентов, я хотел еще напомнить, что есть такая замечательная возможность это пообщаться с выпускниками университета и такая возможность возникает довольно регулярно, мы каждую неделю в университете стараемся проводить такие вебинары с выпускниками ИГУ, где выпускники делятся каким-то своим профессиональным советом и как раз вот в субботу, на этой неделе в субботу 25 апреля в 13.30 состоится вебинар с выпускницей программы медиакоммуникации. выпускницу зовут Татьяна Януцевич, она закончила программу медиакоммуникации в 2013 году, 7 лет назад, и Таня сейчас работает уже несколько лет в русской службе BBC, наверное, самой известной в мире медиакорпорации и, пожалуй, одной из самых таких действительно респектабельных организаций в сфере медиа. И Татьяна расскажет о том, как видеожурналистика создается для социальных сетей в наше время. Татьяна как раз занимается именно вопросами видеожурналистики в русской службе BBC, ее репортажи очень часто можно увидеть в Facebook-аккаунте, в ВКонтакте странички русской службы BBC. Я уверен, что те из вас, кто следят, наверное, за такой международной повесткой, то, скорее всего, большинство репортажов, которые видели и описывали текущее положение дел в Беларуси и в нашем регионе, скорее всего, Татьяна, выпускница программы медиакоммуникации, имела к этому непосредственное отношение. До этого она работала в ЮНИСЕФ, в представительстве ЮНИСЕФ в Беларуси, где она была консультантом медиа. Поэтому, если вам интересно, какая карьерная траектория может быть у вас, не обязательно, что она будет такой же, может быть, она будет еще более яркой или, наоборот, вы себя реализуете в какой-то другой сфере, о чем Светлана как раз-таки рассказывала, что это все очень индивидуально, то одна из таких историй, примеров конкретных, чем выпускники ЕГУ занимаются после окончания программы медиакоммуникации, а именно работают в самой уважаемой в мире телерадиокомпании, вы об этом сможете узнать в субботу в 13.30 на сайте нашего университета ihu.lt в разделе «Предстоящие события» вы можете найти описание, где есть уже более подробная информация о том, чем Таня занималась в окончании в ЕГУ, что она училась в магистратуре в Великобритании после ЕГУ и так далее, какие вопросы будут затрагивать все время вебинара и получите ссылочку. Вебинар в субботу будет проходить не через Zoom, а через BlueJeans, так что у вас отличная возможность будет освоить еще больше технических навыков, посмотреть как разное сейчас техническое обеспечение, программное обеспечение для работы по вебинарам работы, и будем очень рады вас в том числе видеть в субботу в 13.30. Может быть, у вас также возникнут какие-то вопросы к выпускникам программы, медиа и коммуникации. Уважаемые дамы и господа, еще вот когда Светлана делала свое выступление, я вслед за ней кидала ссылочки, о которых она говорила. Например, вот она рассказывала о нашей медиалаборатории, то в нашем чате здесь в сессии вы найдете ссылку на видео медиалаборатории, вы найдете ссылку видео о программе медиакоммуникации, и также вы найдете ссылку на канал ГИГУ в YouTube, где есть огромное количество материалов, в частности, есть записанные лекции наших преподавателей программы медиакоммуникации, и Альмиру Рифовну-Усманову вы там увидите в записи ее лекции у Кино, по-моему, и других преподавателей, ну, то есть вы можете начать учиться в университете уже сейчас, находясь дома. И я вижу еще один вопрос по поводу подфолио. Да, Екатерина, подфолио рассматривается каждый семестр, каждый семестр вы работаете на своем подфолио, добавляете в него, мы оцениваем прогресс вашего подфолио, и на основании конкурса подфолио идет распределение грантов. То есть каждый семестр вы можете самостоятельно влиять на то количество денег, которое вы платите за собственную программу, то есть как бы вы работаете сами на себя. Вообще есть два способа самообеспечения, да, на учебе. Вы можете пойти и найти работу, оплачивать себе какие-то расходы, или можете хорошо учиться и получать гранты, которые вам покрывают это обучение. Второй способ, скажу вам, более выгодный, во всяком случае, по началу, потому что, как правило, студенты не могут на первом, вторых курсах разорваться между достаточно интенсивной учебой и обязанностями по работе, и то, и другое страдает, и в результате приходится и тяжело, и финансово больно. Поэтому старайтесь вкладываться в ваше портфолио, тем более, что именно оно поможет вам найти потом работу наиболее наиболее легко и наиболее высокооплачиваемо, потому что именно на ваши практические достижения, на ваши результаты в проектной деятельности, на ваши результаты в участии в каких-то реальных реальных проектах будут смотреть будущее обытодатели. Обытодатели редко смотрят на список курсов, которые вы пошли. Но когда вам показываете, что вы вот здесь и здесь и здесь участвовали, вот такой проект вы сделали в рамках курса, такой сделали волонтерский, а вот здесь пошли практику, вот это уже звучит сильно и скорее всего вам как кандидат уже не откажут. Ребята, еще хотела добавить к тому, что сказала Алина, но если вы получили при поступлении грант 100% или 50%, это вам не гарантирует, что в следующем семестре, когда вы будете подавать портфолио, что вы тоже получите этот грант. Поэтому вы все равно вы и ваши родители должны решить, готовы ли они вас поддерживают при условии, что вы можете не получить скидку за обучение, чтобы не было потом трагедии, потому что с этим мы сталкиваемся, портфолио имеет, ребята готовят на высоком уровне и удерживать все 8 семестров этот нулевой тариф при условии, что вы хорошо учитесь, это очень тяжело, поэтому вы должны поговорить с вашими родителями или же если вы сами оплачиваете свое обучение, то тогда сами рассчитать, если вы получите грант, это плюс, если вы не получите грант, чтобы не было потом очень большое разочарование, что вы отучились год или же отучились семестр, вы хотите дальше, работы допустим других студентов были сильнее, чем ваша работа, хотя ваш уровень не упал, да, то есть, но вот есть разные такие ситуации, поэтому здесь надо очень хорошо оценивать свои силы. Алина? Спасибо Светлана, это вообще очень важная ремарка по поводу заранее просчитать будущие расходы не только в оплате за обучение, но и оплате за свое пожелание и нахождение в Виндосе, если вы поступаете на очную форму, поскольку неизбежно эти расходы будут. Примерные цифры мы сейчас не будем с вами обсуждать, у нас будет специальный вебинар уже для бетурентов по поступлению и можно будет задать вопросы и нам с Максимом и другие сотрудники будут и по общежитию по обменам и можно будет поговорить о том, сколько что стоит в Виндосе и как можно эти задаты минимизировать, но уже сейчас следует прикинуть и помнить, что образование это не только подарок и благо, но это инвестиция, это очень важная инвестиция и вы учитесь в первую очередь не для того, чтобы получить грант, а для того, чтобы получить знания, знания, которые вы потом претворите в свой опыт, а опыт уже конвертируется в деньги, и эти деньги они точно вам вернутся гораздо быстрее, чем вам кажется, просто сложите среднюю зарплату человека, которого вы знаете работающего в медиа и умножьте его на количество месяцев и сколько вы на образование даете, это очень важная инвестиция, тем более в такую быстро развивающуюся сферу. Есть ли еще вопросы? Мы с вами уже здесь два часа, поэтому пора наверное знать честь. Если вопросов нет, то еще раз напоминаю, что их можно присылать на почту или в скайп или в социальные сети. И будем тогда уже с вами прощаться. Спасибо, что вы нашли время. Целых два часа быть с нами и слушать. Иногда очень интересно, иногда не очень может быть кому-то интересная информация, но спасибо за ваше терпение, за ваше активное участие, за вопросы. И вот даже кто-то написал, что уже уверен, что хочет после вебинара выступать в ЕГУ. Это здорово, что даже наш вебинар помог вам сделать это решение. Постараемся искать новые формы, новые формы, которые дает нам медиа, чтобы быть с вами на связи до конца этой приемной кампании. Надеемся на вашу обратную связь. Если кому-то интересны какие-то отдельные темы, связанные с медиа или вообще с поступлением в ЕГУ, тоже пишите нам, мы подумаем, как это можно светить, сделать новый вебинар, или может быть какой-то медиапродукт, видео отдельное вам в Инстаграм. Пишите о ваших вопросах и волнениях, мы будем рады быть с вами на связи. Ребята, приходите, будем рады вас видеть в качестве студентов на нашей программе и берегите себя. Андрей, хотите ли попрощаться? Андрей машет нам кой. Все, ребята, тогда мы выключаемся. Хороших вам выходных, хороших вам завершений недели, хорошего вам аутнац-потфолио. Всего хорошего, ребят, пока-пока. 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 Субтитры Субтитры Субтитры